Перед началом наших тренировок я сделал запись, как плавала Наталья. Задранная голова, техники нет. Конечно, Наташа быстро уставала. Кроме того, у нее была и другая проблема. Опускать лицо в воду она могла, но с некоторым напряжением, потому что ранее несколько раз во время купания сильно захлебывалась, а один раз даже тонула. А ведь мы собрались учить кроль на груди, где без опускания лица в воду вообще никак. В общем, начинать было не очень просто. Но Наташа очень сильно хотела научиться хорошо плавать. И это ее решимость плюс мой опыт и привели к тем результатам, которые я сейчас покажу. В первые пять дней я обучал Наталью правильно работать руками ногами при плавании кролем на груди на задержки дыхания и, что самое важное, обучал плоско лежать на воде при этом, опираясь не только на грудь, но и на лицо, соблюдая баланс. В эти дни главная задача была наработать автоматизм правильных движений рук и ног в кроли, не подключая дыхание, не отвлекаясь пока на этот сложный элемент. Вот эти микрозадержки получаются у ног. Я комментирую и говорю, вот эти микрозадержки получаются у ног. Ты сделала грибок и руку задержала, а у тебя уже тело вперед идет и получается тебе не очень удобно. То есть вот понимаешь, да, чем я говорю? Ты задержала руку сзади, а тебе вроде бы и тянет тебя вперед, а ты еще руку придерживаешь. Такая дисбаланс такой получает. Вот сделала грибок и сразу ее проноси вперед. Вот так, вот. Ну получше, получше, да. Далеко уплыла туда. Очень хорошо видно сверху, потом посмотришь, как ты больше работаешь и плывешь. За счет чего? За счет рук или за счет ног? Конечно, а это неправильно. Давай. Ты должна делать грибки, чтобы ощущала мясо воды под рукой, под кистью, под предплечьем. Ты должна тащить, протаскивать себя мимо воды, руками протаскивать, а не ногами. Давай. Вот уже лучше. Потом посмотришь, услышишь мой комментарий. Но кисти все равно загибают. Так, вот. Вот сейчас, как услышала меня, получше было. Ага. Я просто тебе на телефон же комментирую и говорю, чтобы ты потом послушаешь. Ну как? Ну уже лучше было. Только кисти все равно немножко вот так вот делаешь. Вот. Делаешь. И еще меньше. Опять с мистекцием. Больше на руки, меньше на ноги. Только на ось не заноси. Куда? На ось не заноси головы. И больше руками, ногами меньше. Ну отдыхай. Отдыхай. Надо добавить, что каждая тренировка длилась с Наташей по часу, а вечером, примерно по 30-40 минут, Наташа выполняла те домашние задания, которые я ей задавал. День седьмой. Подготовка к плаванию двухударным кролем. Когда на два грибка руками происходит всего два удара ногами. Мы по-прежнему тренируем плавание на задержке дыхания. Более того, отрабатываем удары ногами в стиле дельфина, потому что именно с одновременным ударом ног под каждый грибок ученику намного легче запомнить стиль двухударного кроля. Наташа так увлеклась этим красивым стилем плавания, что в последующие три дня мы немало уделяли внимания дельфинированию. Конечно, такие тренировки помогли плыть правильно, соблюдая ритм двухударного кроля. Почти двухударного кроля. Потому что пока под каждый грибок мы по-прежнему делали удар двумя ногами одновременно. Это была финальная подготовка к переходу на полноценный двухударный кроль. Сразу тебе шепну из кустов, что очень сильно сгибаешь ноги. И немножечко вот сверху хорошо это видно, как изгибается твое тело чуть-чуть. Вот гнется оно в районе таза. Ну, ты сама посмотришь потом. Да, вот сейчас снимает. Получше было. Получше. А кроме того, мы стали отрабатывать дыхание в кроли. И первое, что стали делать, это плавание на спине и на боку. Развороты на грудь и обратно. Главной задачей было приучить голову делать автономные повороты без выдергивания наверх. Десятый день тренировок. Вдох. Повернула голову, 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 пошла голова. Да, вдох. Да, и рука пошла. Смена. Все, супер. Вот поэтому просто можно чисто, поэтому можно учебное видео снимать. Ногами работаем, на боку плывем, на боку, на боку, на боку, да. Плывем, плывем, плывем. Повернула голову, вдох, повернула. И смена. Вот так. Да. И еще. Хм, выдох, да, все хорошо. Вот посмотри. Сейчас я имею в виду, побыстрее сделать только поворот головы наверх и обратно. И обратно. То есть здесь у тебя сейчас пауза была, а теперь, по большому счету, только повернешь голову для того, чтобы сделать вдох. Голову повернула, и смена произошла. Посмотри. Но плывем мы на боку. Повернула. 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 Что в таком мягком режиме? Выдохнула, вдох, повернула голову, и смена рук произошла. Пускай. Пускай накрытие. Хорошо, умница. Хорошо, хорошо. А теперь добавим к этому. Все хорошо. Все, вдохнула. Вдох, повернулась. И пошла. Раз, два, три. Да, 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 да. Только, пожалуйста, тащи себя на руках. На руках, а не на ногах. Отсюда прямо поехали. Да, может. Поворот, вдох. Положила. И смена пошла. Раз, два. На самом деле, все хорошо. Мукетворчество нормально. Все хорошо. Пусть надо... Да, все хорошо. Все хорошо. Это первые повороты, первые вдохи. Ребенок только пошел. Поэтому, вот видите, как вырос сразу. Все хорошо. Ну, если не получаете, значит, может чуть-чуть медленнее. Давай. Хорошо, Наташа. А сейчас просто попробуем опять. Вот рука слева впереди, а вторая в кармане брюк. Видишь, я уже меньше голову поворачиваю. Хотя это еще учебный вариант. И туда положил голову, и рука пошла. Иди сюда. Иди сюда. Продолжение следует... Продолжение следует... Двенадцатый день тренировок. Отработка двух- и четырехударного кроля, а также техники дыхания. Двенадцатый день тренировок. 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 Двенадцатый день тренировок.